МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале Заречный в студии Светлана Теплухина. Глава города Олег Климанов дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу. – Олег Владимирович, добрый вечер. Заречный уже месяц живет в режиме самоизоляции, в особом пропускном режиме. Скажите, пожалуйста, какова эпидситуация на данный момент и повлияло ли в введение таких ограничительных мер на развитие заболеваемости COVID-19? – Добрый вечер, Станислав. Да, действительно, мы уже 4 недели прожили в этом режиме. В режиме повышенной готовности, в режиме самоизоляции, которую должны соблюдать наши жители. Ситуация с эпидемией коронавируса, мы видим, она развивается. Но сейчас вообще тенденция, когда у нас вот эта ситуация начинает распространяться по регионам. Если раньше она у нас начиналась в крупных городах, Москва, Санкт-Петербург, то теперь мы видим, что волна смещается в регионы, ну и в том числе не обошла стороной Заречной. У нас количество заболевших постепенно, с каждым днем, ну что радует, не всплесками, не какими-то неконтролируемыми вспышками, но постепенно число заболевших растет. Ну, с другой стороны, конечно, радует, что у нас, наконец-то, начались и случаи выздоровления. На сегодняшний день у нас уже выписалось из лечебных учреждений 5 человек. Трое из них проходили лечение в пензенских больницах, и двое в нашем стационаре. То есть тенденция очень хорошая, тенденция очень положительная, а это радует. Ну, с другой стороны, у нас на лечении в стационаре находятся на сегодняшний день 27 человек. Причем 9 из них с первично подтвержденным положительным результатом. Ну и, как показывает практика, в большинстве своем они переходят в режим подтвержденных заболевших. Поэтому я думаю, что в ближайшем времени эта тенденция сохранится, и у нас число заболевших будет увеличиваться. Ну, чтобы зрители понимали, мы говорим об абсолютной цифре. То есть вот мы говорим сегодня 15. Это количество заболевших от начала и до сегодняшнего дня. в их числе и выздоровеющие, в их числе у нас и, к сожалению, один умерший человек. Все могло бы развиваться и по-другому, если бы не принимались ограничительные меры, если бы наши жители не соблюдали режим самоизоляции, режим социального дистанцирования. Ну, другими словами, если бы не соблюдали вот эти... Их можно назвать, конечно, и карантинными. На самом деле не карантин, но это какая-то часть карантинных мероприятий, когда мы сами о себе заботимся с тем, чтобы самим не заболеть, не заразить наших ближних, не заразить с тем, с кем нам приходится общаться. Поэтому считаю, что все меры, которые нами были приняты, где-то они, может быть, и кому-то показались и жесткими, но на самом деле это меры правильные, это меры необходимые. И эти меры позволили нам не допустить распространения неконтролируемого заболевания. Олег Владимирович, разные специалисты из разных областей знаний приводят абсолютно различные сроки. Когда же мы достигнем пика заболеваемости? Когда мы выйдем на так называемую плату, да? В частности, Минздрав вот сегодня говорил об определенных тоже датах, но все они очень приблизительные. Как вы считаете, в Заречном какова ситуация? Достигнем мы, когда мы достигнем пика заболеваемости по коронавирусной инфекции? Существует, как вы заметили, достаточно много мнений. Приводятся конкретные даже даты. 20 мая, 30 мая, 20 июня, июль месяц. Все они основаны на чьих-то предположениях, на каких-то математических моделях. Я, наверное, три недели назад тоже у себя в соцсетях выкладывал математическую модель, которую рассчитали математики Сарова. И все вот эти мнения, они расходятся, потому что это мнения конкретных ученых, конкретных специалистов, вирусологов. Но мы сами можем эту ситуацию подвигать в ту или в другую сторону. На самом деле, вот мы уже говорили в предыдущем вопросе, что все зависит от нас. От того, как мы все с вами соблюдаем вот эти установленные режимы. У нас впереди с вами майские праздники. 11 дней, согласно указу президента, будут нерабочими. Это первомайские праздники, праздник Дня Победы и три дня, которые президент между этими праздниками объявил нерабочим. То есть 11 дней, прекрасная и теплая погода, по прогнозам метеорологов. Понятно, что всем уже надоело сидеть дома, всем хочется на воздух, всем хочется на улицу, всем хочется общения. Но этим самым мы сможем, не соблюдая этих режимов, увеличить риски, которые существуют. И в то же время, если мы будем соблюдать эти режимы, даже если мы будем выходить на улицу, обеспечивать все те необходимые, соблюдение всех необходимых правил, которые установлены, мы можем эти риски минимизировать. Поэтому все зависит от нас. Если мы сейчас сломя голову, все кинемся на улицу, кинемся на шашлыки, понятно, что мы с вами можем всю эту ситуацию ускорить и развить ее в непредсказуемом, негативном сценарии. И тогда нам не хватит ни мест в больнице, нам не хватит врачей, которые нас будут лечить. Поэтому я еще раз хочу обратиться ко всем нашим телезрителям. Уважаемые зареченцы, давайте найдем себе силы и все-таки доведем вот эту ситуацию, в которой мы сейчас все с вами находимся, до логического положительного завершения. Давайте стараться соблюдать режим самоизоляции, давайте соблюдать санитарно-гигиенические правила, пользоваться средствами индивидуальной защиты. Только так мы с вами сможем не допустить неконтролируемого развития этой ситуации, неконтролируемого развития инфекции. И все зависит от нас, наша с вами жизнь, наше с вами здоровье в наших же руках. Олег Владимирович, вы упомянули о том, что возможно негативное развитие ситуации, если жители города не будут соблюдать предписанные эпидемиологами правила. Но в таком случае увеличивается риск роста заболевших. Обеспечена ли наша медико-санитарная часть всем необходимым для лечения, для того, чтобы оказывать медицинскую помощь, и достаточно ли у нас врачей, техники необходимой для того, чтобы лечить заболевших? Если рассматривать ситуацию с точки зрения сегодняшнего положения, то можно сказать, что у нас сейчас наше стационарное инфекционное отделение располагает 80 койко-местами. Причем все из них оборудованы устройствами подвода кислорода. То есть у каждого койко-места есть кислород, который необходим при лечении больных с такого рода инфекциями. На данный момент в инфекционном отделении есть 4 аппарата ИВЛ. Как я уже говорил, 27 человек находятся сегодня на лечении. То есть еще достаточно свободных мест, которые могут в случае необходимости принять больных. Но еще раз, лучше бы этого не случилось, и это зависит от нас с вами. Не будем соблюдать меры, быстро заполним все свободные койко-места и придется разворачивать дополнительные. У медсанчасти есть возможность разворачивать еще дополнительные места, но давайте сделаем все, чтобы этого не было. Что касается дальнейших действий медсанчасти, здесь, конечно, хочется спасибо сказать и Росатому, и ФМБА, которые держат ситуацию под контролем, которые оказывают всю необходимую помощь. По обращению Росатома в правительство, председателям правительства выделены деньги на ФМБА, на все закрытые города, на все открытые города, которые входят в систему госкорпорации Росатом. В частности, нашей медико-санитарной части выделено 60 миллионов, 56 на приобретение дополнительного оборудования, 4 миллиона на стимулирование тех врачей, которые заняты лечением больных с коронавирусной инфекцией. Кроме того, госкорпорация Росатом изыскала возможность два аппарата ИВЛ будут поставлены сразу после майских праздников в нашу медсанчасть, и на выделенные средства планируется закупить еще 28 аппаратов ИВЛ, но в силу того, несмотря на то, что на сегодняшний момент промышленность в России кратно увеличила выпуск аппаратов ИВЛ, ближайшая дата поставки этих аппаратов в медсанчасть это середина июня месяца. Поэтому на сегодняшний день 4 аппарата у них есть в инфекционном отделении, будет еще 2, и есть еще ряд аппаратов в других отделениях, которые можно будет привлекать. Но еще раз, давайте сделаем все, чтобы этого не случилось. Надо обойтись нам с вами малой кровью. С учетом того, что пик еще не наступил, что пик еще будет. Поэтому в наших руках сделать все, чтобы этот пик был минимальным в городе Заречном. Олег Владимирович, и в заключение вопрос. Если люди все равно будут выходить, так или иначе. Шашлыки, майские праздники, это такая вот у нас традиция. Но в то же время, как вы упомянули, режим самоизоляции никто не отменял, постановление губернатора не отменено. И к тому же еще с 16 апреля у нас действует режим, особый противопожарный режим на территории Пенской области, в том числе и на территории Заречного. Какие-то меры к нарушителям режима самоизоляции, к нарушителям постановления губернатора и постановления об особом противопожарном режиме, они будут применяться? То есть будет ли у нас так же, как в других городах, как в Москве, будут ли у нас штрафовать? Ну, смотрите, Станислав, у нас контролирующие органы и сейчас выполняют функции контроля за нарушителями самоизоляции. Это и полиция, это и МЧС, это и управление гражданской защитой, и должностные лица, которые определены постановлением губернатора. Но все-таки мы стараемся с нашим населением, с нашими людьми ограничиваться воспитательными беседами. Мы объясняем каждый раз, несколько раз каждому, что, для чего, зачем нужно выполнять. Ну, если человек совсем не понимает и не хочет понимать, ну, в таких случаях, да, принимаются крайние меры, оформляется протокол, и на сегодняшний день их уже оформлено не один десяток. Вот такие случаи бывают. То, что касается выхода в лес на шашлыки, ну, здесь уже нарушится сразу два правила. Это правило самоизоляции и правило противопожарного опасного периода. В этом случае однозначно протокол будет составлен по нарушению пожарно-опасной ситуации. То есть сейчас наступили теплые, сухие дни, а трава в лесу еще не выросла. Прошлогодние листва сохнет моментально. Мы видим, какие пожары природные у нас происходят в Сибири за Уралом. Мы знаем, что каждый год у нас такие ситуации тоже происходят. Хорошо, что нам удается с этим справляться, потому что у нас ежедневный контроль. У нас совершается за день несколько рейдов и силами Управления гражданской защиты, и силами АПО-22. Поэтому, обращаясь ко всем нашим жителям, давайте соблюдать еще раз правила. Никаких шашлыков в этот период быть не должно. Даже на тех местах вдоль улицы Ахунской, которые специально отведены под именно этот процесс. Потому что этим постановлением разведение огня запрещено во всех местах. Снимется пожароопасный период. Закончим мы борьбу с коронавирусной инфекцией. Снимутся все карантинные мероприятия. Ради бога. Сейчас пока этого делать нельзя. Спасибо, Олег Владимирович, за интервью. Всего вам самого доброго. Число заболевших COVID-19 в России за сутки выросло на 5 841 до 99 399. Почти 45% новых заболевших не имеют симптомов, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Российской Федерации. За последние сутки выздоровело 1830 человек. За весь период в России по выздоровлению было выписано 10 286 человек. Также за сутки было зафиксировано 108 летальных случаев. Общее число умерших за весь период – 972 человека. В Пензенской области прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 42 человека и достиг 364 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Среди пациентов трое детей в возрасте 3 месяцев, 1 года и 6 лет. Возраст остальных заболевших от 20 до 88 лет. Находится под наблюдением 2845 человек. Снято с наблюдения – 7009 человек, сообщается на официальном портале регионального правительства. По информации специалистов Межрегионального управления номер 59 ФМБ России, в Заречном на 29 апреля диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 15 человек. 97 горожан находятся под медицинским наблюдением. 363 человека снято с медицинского наблюдения в связи с истечением срока самоизоляции. 5 человек выписаны из медучреждений по выздоровлению. Глава атомной отрасли Алексей Лихачев вновь обратился с видеообращением к сотрудникам отрасли. Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» подчеркнул, что в условиях экстраординарных мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, отрасль сумела найти баланс между выполнением производственной программы и необходимыми карантинными ограничениями. Алексей Лихачев рассказал о ситуации, складывающейся в городах присутствия «Росатома», перечислил ряд положительных событий, сообщил о решении руководства отрасли присоединиться к всероссийской акции «Мы вместе». Смотрите видеообращение генерального директора Госкорпорации «Росатом» сразу после окончания основного информационного блока нашей программы. Изменится ли наша жизнь после пандемии? Или мы сможем вернуться к привычному укладу и выйти из кризиса с минимальными потерями? Как живут города атомной отрасли в сложившейся ситуации? Какие действия предпринимаются для смягчения последствий пандемии и связанных с ней ограничений? Ответы на эти и многие другие вопросы в новом проекте информационного альянса «Атомные города». С 29 апреля начинается серия программ «Кризис. Главные герои в эфире». В них примут участие главы атомных городов, предприниматели, представители городских сообществ, активная молодежь, волонтеры, горожане серебряного возраста. В ходе эфиров будут затронуты самые актуальные темы. Административная помощь предпринимателям, пропускной режим, поддержка медицины, меры по улучшению открытости местной власти, предложения для конкретных территорий. Во время эфира в чатах трансляций можно будет задать свои вопросы участникам программы. Трансляции, а также их расписание смотрите на официальных страницах информационного альянса «Атомные города» в соцсетях Facebook и ВКонтакте, а также на видеохостинге YouTube. Ремонт монтажного путепровода идет с опережением графика. Представители подрядчика сообщили, что все работы могут завершиться раньше намеченного срока. С выездного совещания репортаж Ксении Тризны. Реконструкция путепровода в поселке Монтажном продолжается. Подрядчик не только укладывается в график, но и планирует закончить работы раньше намеченного срока. Об этом сообщили главе заречного Олегу Климанову во время выездного совещания. Никаких вопросов по выполнению работ и по отставанию от графика на сегодняшний момент нет. Даже есть уверенность у подрядчика, что он может закончить работы несколько раньше, чем планировал. Одним из самых трудоемких этапов ремонта стала замена несущих балок. Работа осложнялась тем, что под мостом находятся железнодорожные пути. С компанией, отвечающей за железнодорожные перевозки, было заключено соглашение на предоставление так называемых окон, промежутков времени, в которые движение поездов под виадуком прекращалось. Это дало возможность в сжатые сроки завершить монтаж несущих балок. В дальнейшем запланированы еще несколько перерывов в железнодорожном движении на этом участке. Будет еще несколько окон, но это уже связано с демонтажом опалубки, с покраской, со штукатуркой. Но это уже такие работы, которые на сроки сдачи путепровода не повлияют. Изначально предполагалось, что одна из полос для движения по виадугу будет закончена до 1 июня. Теперь подрядчик планирует завершить работы на этом участке путепровода до 25 мая. Участники выездного совещания также осмотрели участок, где на время реконструкции виадука предполагалось организовать остановку для дачных автобусов. Эта территория рядом с переходом через железнодорожные пути неподалеку от станции по борьбе с болезнями животных. Мы посмотрели комиссионно и пришли к выводу, что в этом месте организовать безопасную посадку и высадку пассажиров невозможно. Обеспечить комфорт и безопасность зареченцев во время поездок на дачи. Такие задачи ставит перед собой руководство города. Поэтому для организации общественных перевозок в коллективные сады будет найдено решение, в первую очередь отвечающее этим требованиям. Ксения Тризна, Владимир Полищук, Телерадио, компания «Заречный». Зареченские лесные массивы проверяют специальные межведомственные патрули. Дважды в день представители городской администрации, полиции, сотрудники пожарной охраны, комбината благоустройства, управления гражданской защиты совершают рейды по зонам отдыха. Выявляют горожан, решивших воспользоваться нерабочим временем и благоприятной погодой и устроить в лесу пикник. Такие несознательные граждане являются нарушителями сразу двух режимов – противопожарного и самоизоляции. Тему продолжит Ксения Тризна. Каждую весну вокруг Заречного появляется еще один периметр – противопожарный. Город окружают специальные минерализованные полосы, которые в случае горения леса не дадут огню распространиться на территорию Заречного. Состояние защитных барьеров проверили участники межведомственного рейда, представители городской администрации, сотрудники пожарной охраны, комбината благоустройства, управления гражданской защиты. В тех местах, где есть возможность проведения опашки, она была сделана. Еще остались части территории, которая не была опашена. Там у нас заболочены места. Ее будем делать немножко попозже. Опашка по периметру города – это только одно из целого комплекса мероприятий по защите от возгораний. Сейчас на территории Заречного действует особый противопожарный режим. Это значит, что разводить открытый огонь, сжигать мусор и проводить другие пожароопасные работы без специального разрешения запрещено. За это предусмотрена административная ответственность на граждан до 4 тысяч, на юридических лиц до 400 тысяч рублей. Кроме этого, нужно помнить, что за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшие тяжелые последствия, предусмотрена уголовная ответственность. Максимальный срок – 4 года заключения. Специальные межведомственные группы регулярно, два раза в день проводят рейды в Зареченских лесах. Они разыскивают тех, кто не соблюдает требования особого противопожарного режима. Не только нарушают этот режим, но в том числе нарушают режим самоизоляции. Поэтому будет составлено два протокола. Один – за нарушение самоизоляции, второй – за разведение костра в период особого противопожарного режима. Сотрудники экстренных служб предупреждают горожан. В эти майские праздники придется обойтись без традиционных выходов на природу. Ведь сейчас каждый из нас несет ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Полиция Заречного разыскивает жительниц города, которые могут быть причастны к совершению преступления. Вечером 21 сентября 2019 года причинены телесные повреждения женщине. Лицо, возможно причастное к данному деянию, запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в торговом зале универсама «Победа». Орган дознания просит всех, кто обладает какой-либо информацией о личностях женщин, которые могут быть причастны к совершению противоправных действий, а также всех располагающих какой-либо информации, способной помочь в раскрытии преступления, обратиться в межмуниципальный отдел МВД России по ЗАТО «Заречный» по телефону 60 80 02 599 602. О том, что делается для нормализации эпидемиологической ситуации в городах атомной отрасли, расскажет генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Смотрите интервью через несколько минут. А я с вами прощаюсь. До следующей встречи на канале «Заречный» и желаю вам здоровья и терпения. Оставайтесь по возможности дома, берегите себя и своих близких и будьте здоровы. В торговом центре «Рябинушка» открылся уникальный для Заречного специализированный магазин упаковки, работающий по системе самообслуживания. Это уже 16-я торговая точка компании «УПАК», имеющей 20-летний опыт работы и специализирующийся на оптово-розничной продаже упаковочных материалов. Мы являемся самыми крупными производителями в Пензе пластиковой пищевой тары. У нас можно купить пластиковые бутылки от маленькой до большой. Здесь же можно приобрести и другую пластиковую пищевую тару различной конфигурации, всевозможные лотки и ланчбоксы, богатый выбор контейнеров и емкости любых размеров, большой ассортимент одноразовой посуды. Тем, кто занимается ремонтом или переездом, наверняка пригодятся защитная пленка, мешки для мусора различной емкости, картонные коробки, разнообразный скотч, а также всевозможные шпагаты и полипропиленовая нить различных цветов. Магазин предлагает и большой выбор хозяйственных товаров и кухонных мелочей. К услугам покупателей предметы первой необходимости в сегодняшней ситуации. Разнообразные салфетки, перчатки, защитные маски, средства дезинфекции, туалетная бумага. И, конечно, огромный ассортимент пакетов – фасовочных и декоративных. Все предлагаемые товары можно приобретать как оптом, так и в розницу. Для корпоративных клиентов есть специально разработанная программа лояльности, где выдается карта корпоративного клиента, и они могут покупать товар со скидкой. Сниженная цена действует и для частных лиц при покупке от 2000 рублей. Теперь горожанам не нужно искать необходимые товары в разных торговых точках или отправляться за покупками в Пензу. Магазин упаковки в торговом центре «Рябинушка» и для семьи, и для бизнеса. Смотрите на нашем канале. Главные события атомной отрасли. Что происходит и почему происходит. Стратегия «Росатома» и оперативные репортажи. Программа «Страна Росатом». Лови момент выгодных предложений в караване. Колбаса «Астория» Черкизова 400 граммов – 129,90. Огурцы тепличные – 99,90. Чай «Акбар» черный – 100 пакетиков – 159,90. Акция действует с 28 по 30 апреля 2020 года. Все цены указаны в рублях. Количество товара по акции ограничено. Лови момент в караване. Магазин «Хобби и творчество» готов порадовать детей и взрослых широким ассортиментом товаров, способных сделать жизнь ярче и интереснее. Магазин «Хоббиты». Улица Зеленая, 10Е. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, здравствуйте. Уже месяц, как вся страна живет в условиях экстраординарных мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. И подводя итоги этих четырех недель, можно сказать, что мы с вами в атомной отрасли сумели найти и поддерживаем баланс между выполнением производственной программы и необходимыми карантинными ограничениями. Но нужно понимать, в таком режиме нам предстоит жить и работать еще как минимум несколько недель. Число заболевших, вы знаете, растет практически каждый день. Причем волна эпидемии теперь сместилась в регионы. На вечер понедельника, 27 апреля, в отрасли на контроле уже 86 случаев. В стационарах находится 19 человек. Отрадно, что у всех болезнь протекает в легкой или средней форме. И 51 человек уже выздоровели. Коллеги, как я уже сказал, пик заболеваний сейчас смещается в регионы. Это создает прямую угрозу нашим атомным городам. На сегодняшний день особенно тревожна ситуация в Сарове, в Электростале, в Десногорске. В Сарове обстановка усугубляется еще и вспышкой заболеваний в расположенном рядом Дивеевском монастыре. Вчера пришла информация о нескольких положительных тестах на Белиминской станции. Сейчас мы ее уточняем, проводим дополнительные проверки. Самое главное сейчас – это, во-первых, дальнейшее повышение готовности медицинских учреждений, укрепление их материальной базы, приобретение необходимого оборудования. И, во-вторых, конечно, неукоснительное исследование всем предписаниям санитарно-эпидемиологических служб. Коллеги, выполняя поручение председателя правительства, Росатом закупает медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для санчастей в наших городах. Поставки начинаются уже на этой неделе. Это тысячи комплектов комбинезонов для врачей, сотни единиц медицинской техники. По запросу ФМБА России только аппаратов искусственной вентиляции легких будет поставлено 192 единицы. Первые партии оборудования пойдут в те города, где количество заболевших уже идет на десятки. Это Саров, Заречный Пензенский, Курчатов, Удомля, Обнинск. И, конечно, по-прежнему сохраняются ограничения по въезду и выезду из наших городов. Понятно, это вызывает негативную реакцию у горожан. Совместно с главами городов работаем над тем, чтобы сделать систему получения разрешения максимально комфортной. Но еще раз призываю вас с пониманием относиться к этому решению. Друзья, в целом в корпорации продолжается увеличение численности работающих. Сейчас это уже более 172 тысяч человек. Дивизион исходит в первую очередь из приоритетности производственных задач. В топливной компании работает 20 тысяч человек. В концерне 39. В инжиниринге почти 19 тысяч человек. ЕОК, например, за последние недели в два раза увеличил численность работников. Сейчас в этом дивизионе трудится уже 43 тысячи. Коллеги, в производственной повестке у нас немало хороших вестей. Самое главное, несмотря на все организационные сложности, наша важнейшая задача, гособоронзаказ, выполняется в полном объеме. Как раз сегодня, во вторник, отправляем на согласование в Министерство, в Курчатовский институт, в Академии наук, проект нашей программы. Теперь она называется «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии». Я уже говорил на прошлой неделе, президент подписал соответствующий указ. Эта программа будет реализовываться как 14-й национальный проект. Подписан контракт между Атомфлотом и судовершью «Звезда». О строительстве атомного ледокола нового поколения «Лидер». Он станет самым мощным судном от того класса. На Белорусской станции, на Ленинградке идут предпусковые работы. Готовимся к завозу свежего топлива в Белоруссию. На этой площадке продолжается плановая ротация персонала, несмотря на все сложности. На прошлой неделе доставили очередную группу работников, 43 человека. В ближайшие дни к отправке в Белоруссию готовится еще несколько групп наших коллег и работников подрядных организаций. На площадках в дальнем зарубежье работа идет тоже по графику. Случаев заболеваний там нет. Произвели частичную замену персонала в Турции. 22 апреля спецрейсом из Питера в Адану. Организованным по согласию с правительством Российской Федерации были доставлены 93 человека. Обратно тем же самолетом с площадки Аккуев. В страну вернулись 31 сотрудник, у которых закончились контракты. Сейчас они находятся на карантине в одном из пансионатов в Сосновом Бару. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наше правительство, Министерство иностранных дел, руководство и офицеров погранслужбы, власти Турецкой Республики, ну и, конечно, наших коллег в Рейне Акку и Нуклер за организацию этой работы. Дорогие друзья, вы знаете, что президент в связи с эпидемией принял решение о переносе парада победы и о переносе шествия бессмертного полка от менее всех массовых мероприятий. Мы с вами понимаем, что праздники пройдут в этом году совсем не так, как мы привыкли. И каждый регион, в зависимости от положения дел, устанавливает свои правила проведения этих праздничных дней. Я очень прошу вас, во-первых, строго соблюдать меры, принимаемые руководством вашего региона, руководством наших городов. Во-вторых, по-прежнему максимально ограничивать общение и пользоваться средствами защиты в быту. Ближайшие две недели станут пиковыми в распространении болезни именно в наших городах. И от того, как мы проведем свободные дни, зависит, сколько еще времени продлится карантин. Нам всем непросто. Понимаю, что многие устали, но нужно набраться терпения, чтобы опасность отступила. Друзья, я уже не раз говорил и снова повторю, в эти дни для нас всех, как никогда, важна солидарность. Важно помогать друг другу. Поэтому мы приняли решение присоединиться к всероссийской акции «Мы вместе». Акция направлена на помощь ветеранам, инвалидам, домам престарелых и, конечно же, врачам, медсестрам, нянечкам в больницах. Они сейчас буквально на передовой борьбе с эпидемией. Я очень благодарен своим заместителям, руководителям дивизионов и предприятий за поддержку инициативы перечислить в фонд акций ежемесячную зарплату. Сейчас в отрасли эта инициатива расширяется. Мы будем приветствовать любую форму участия наших сотрудников в благотворительности и в волонтерских проектах. Я уже дал поручение дирекции по работе с персоналом продумать, как это организовать, чтобы все, кто хочет помочь деньгами, личным участием или как-то еще, могли бы это сделать наиболее эффективно. Сообща мы точно справимся с любым испытанием. Дорогие друзья, коллеги, я желаю нам всем хорошего праздничного настроения. Желаю благополучия, желаю счастья нашим семьям. И, конечно, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин